Это агитация и пропаганда. Нас не интересуют голые факты, нас интересуют причины и следствия. Правда всегда одна. Здравствуйте. Может показаться, вся мировая политика превратилась в поле битвы двух сил. Те, кто за глобализацию, против тех, кто против глобализации. Глобалисты против антиглобалистов. Через призму этой простой концепции действительность воспринимать очень удобно. Всему находится красивое объяснение. Вот летний переворот в Турции. Что это было? А это местные антиглобалисты сорвали заговор глобалистов. Вот сокрушительный Брексит в Англии. Как пить дать антиглобалисты накостыляли глобалистам. Вот невероятные американские выборы. Но несомненный триумф антиглобалистов над глобалистами. Дешево и практично. Можно протягивать аналогии от Статуи Свободы до собственного подъезда. Соседи кухню затопили. Наверняка глобалисты стараются. Ведь подтверждение приходит ежеминутно. Вот, например, глобалисты унижены, подавлены, но копят силы для ответного удара. После победы Трампа немецкий канцлер Ангела Меркель становится последним влиятельным защитником Европы и Трансатлантического Содружества. Что внушает легкий оптимизм по поводу моего преемника, так это высокая ответственность, связанная с самой должностью и исключительной задачей, стоящей перед Америкой. Не только перед ее народом, но и перед всем миром. И это требует серьезности. Если ты несерьезно относишься к президентской работе, вряд ли ты на ней задержишься. А вот стало быть и оно, грозное напутствие антиглобалисту Трампу со стороны глобалистов. Кто не знает, что в американской истории было не так много президентов, которые не задерживались на своей работе. Но и антиглобалисты не лыком шиты. Все началось с Брекзита. А теперь мы победили на выборах в США. А через две недели повторное голосование на выборах президента Австрии. И эту страну может возглавить правый националист. А затем 4 декабря референдум в Италии. В общем, для Обамы и Ангелы впереди еще много сюрпризов. Такая бинарная концепция очень заманчива. Рокфеллеры и Ротшильда, русофилы и русофобы. Наши и не наши. Трамп наш или не наш? По всем признакам наш, мы в это верим, значит так и будет. Биполярный мир устойчивее многополярного. И в общем, не мудрено, что по обе стороны океана люди подсознательно тянутся к эстетике холодной войны. Жизнь тогда, казалось, может и скучнее, зато понятнее, объяснимее. Лучше всего об этом расскажет психолог. Потребность в уверенности. Именно она заставляет человека думать, что он знает правду, даже если он не изучил внимательно факты. США никогда не позволят самым опасным режимам угрожать нам с помощью самого разрушительного оружия. Мы живем во времена всеобщего смятения. Это чувство усиливается средствами массовой информации. Нам страшно. Мы ищем идеологию, которая дает простоту и уверенность. Однако жизнь ежедневно занимается тем, что разрушает простоту и уверенность. Переворачивает вверх дном устаканившуюся в головах картину. Диалектика сложнее, чем кажется. Мы думали, перед нами наши, а оказалось, не наши. Среди Ротшильдов вдруг обнаруживаются Рокфеллеры. Среди Рокфеллеров Ротшильда. Монолитная матрешка распадается на армию матрешек поменьше. И у каждой внутренней матрешки свои интересы. Везде заметны то борьба противоположностей, то их обескураживающее единство. Все отлично. Им должно понравиться в этом доме, как и нам. Я абсолютно уверен, с первого дня работы новой администрации все будет идти как надо. Вот так уходящий вице-президент Байден передает ключи своему, казалось, непримиримому оппоненту. Правой руке Трампа Майклу Пенсу. Как и во времена Кеннеди, при нем вице-президентом был Линдон Джонсон, за каждым харизматиком должен присматривать прагматик. И таких прагматиков, идущих на смену Джону Керри, Виктории Нуланд, Эштону Картеру, вокруг Трампа немало. Послушаем их. Россия считает, что может соперничать с нами в военном смысле. Это далеко не так. Она окрепла потому, что при Обаме мы не решались даже угрожать ей применением военной силы. Последняя попытка Обамы перезагрузить отношения с Россией закончилась вторжением на Украину и операцией на Ближнем Востоке. Следующая перезагрузка будет означать соучастие в убийстве Ассадом простых сирийцев. Трамп восстановит наши вооруженные силы, отношение к которым при Обаме было пренебрежительным. У республиканцев в Конгрессе есть отличная возможность встать на этот курс. То есть самое главное, американская армия и военно-промышленный комплекс получили своего человека в Белом доме. Уж он-то не оставит людей в форме без работы и без заказов. 350 новых боевых кораблей настолько пообещал увеличить слабый и униженный американский флот из-за лица НИС Трамп. Вряд ли все это речные катера для Миссисипи. Да и террористы, если не считать сомалийских пиратов, своим флотом покуда нигде не обзавелись. В чьих же глазах Америке предстоит стать снова великой? Откроем китайские газеты. Китай должен быть готов дать сдачи, если Трамп осуществит свои угрозы и начнет принимать антикитайские меры. Если Вашингтон начнет торговую войну, Китай не будет сомневаться и немедленно установит ответные барьеры. Сумасшедший план Трампа отгородиться стеной от нелегальных мигрантов – символ нового изоляционизма. Аналогичная история и с пошлинами на китайские товары. Все эти мифы нужны, чтобы объяснить затянувшийся экономический кризис растущему числу американцев, лишившихся перспектив. И пока Америка определяется с судьбой антикитайского, транстихоокеанского торгового договора, но не просто же так. В Нью-Йорк к Трампу срочно прилетал японский премьер, сделавший все для его ратификации в своем парламенте. Пекин агрессивно расширяет влияние в Латинской Америке и продвигает альтернативу – ВРЭП – всестороннее региональное экономическое партнерство. Американское ТТП и китайское ВРЭП исключают друг друга. Так что это в чистом виде война, пока торговая. А скрывается за ней вовсе не поединок глобалистов и антиглобалистов, а борьба глобальных противоположностей, взаимозависимых, как юань и доллар, но все больше отрицающих друг друга. Согласитесь, в этом контексте дружелюбные жесты по отношению к Москве начинают смотреться как-то по-особенному. Был я в Москве два года назад. Хочу вам сказать, с этими людьми можно уживаться и неплохо. С ними можно договариваться. Обама не умеет этого. Спорить готов. У меня будут отличные отношения с Путиным. На чем они будут основаны? На чувствах. Ну, так ведь и у Буша было. Они им в душу заглядывали. У него ума не хватало. Думаю, у меня получится. Надо понять, нельзя, чтобы вас ненавидели все. Весь мир ненавидит нас. И еще старая мысль. Нельзя позволять Китаю и России быть вместе. А Обама этого добился. Вот оно. Давайте повторим вслед за Трампом. Нельзя позволять России и Китаю быть вместе. Что это? Это в чистом виде доктрина другого, изоляциониста Ричарда Никсона, провозглашенной им на пресс-конференции 25 июля 1969 года. Теперь сами, все сами, каждый за себя. Успокаивал мир Никсон. США будут помогать защите и развитию своих союзников и друзей, но не возьмут на себя защиту всех свободных народов мира. Вьетнам Никсон предложил защищать вьетнамцам, Корею корейцам. Что, конечно, не отменяло военных поставок, провокаций, пучей и переворотов. Советский Союз поманили разрядкой, Китай восстановлением дипломатических отношений и иностранными инвестициями. А потом красиво сыграли на противоречиях Москвы и Пекина, столкнув их лбами в Афганистане. Вот такая геополитическая матрешка, при ближайшем рассмотрении, обернувшаяся троянским конем. Это была агитация и пропаганда. Скоро увидимся. Мир вашему дому. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...